Думаете, она знает, где пульс на шее? Она не знает, где пульс на шее, она не знает, где подмышечный, где паховый, где подколенный, где на стопе. Она ничего не знает. Она как тот феджер, который был убежден у Чехова, что пульса вообще никакого нет. Это какой-то кошмар. Ну, конечно, гипертонический кризис женщины, естественно, здоровых, стало и вообще гипертонически страдать. Ну, а если бы я не приехала, и что это стоя? Ну, это какой-то кошмар. Ну, вот этот кот. Даже когда вам измеряют давление, извольте проверить, где стоит эта трубочка. И научите ее измерять давление, если она не правильно, это делает. Но это же вам измеряют давление. Не надо стесняться. Конечно. Ну, в общем, как бы то ни было, вот такие вот, бывают, конечно, заморочки некомпетентные. Но, тем не менее, вот у каждого живого организма, в каждом живом организме, мы говорим с вами о пенсионном возрасте, заложен определенный потенциал в 30-40%. То есть мы, если умираем в 50-60, мы пол-жизни не живем. Представляете, потому что заложен потенциал в 110-120 лет. Мы, конечно, не говорим с вами о 110-120, а хотя бы о нормальном 70-80 годах, как бы в качестве нормальной жизни. Но, тем не менее, вот нужно понимать то обстоятельство, что нельзя всех выбрасывать людей вообще сразу из внимания. Нельзя вообще допускать этих врачей. К визуалу не нравится, но идите в час. Отдайте последние штаны, последнюю рубаху, как белый самый, Высоцкий. Но сходите к нормальному доктору, куда вы получите хоть какое-то удовольствие и информацию о своем состоянии здоровья. Так вот, как бы то ни было, вышла недавно книга французского, перевод с французского «Мы – это наш мозг». То есть, вот этот резерв в половину нашей жизни, в 30-40 лет, представляете, он заложен, он находится в нашей голове или в наших с вами руках. Мы должны все понимать, что мы с вами говорим и что мы с вами делаем. Что принимаем и что не принимаем. Что можно и что нельзя. Что с чем соединяется, что с чем не соединяется. Вот, я все это вообще весь благород-то грожу, или потому что мне нечего сказать. Я говорю это для того, чтобы усилить важность, важность нашей компании и продукции. Вы понимаете, важность. И не надо стыдиться, что у вас леденцы или дрожжи, конфетки и все что угодно. Но у вас шикарный в руках продукт для создания собственного здоровья. И только нужно правильно этим распоряжаться. Такие вот вещи будут. Ну и некоторые вообще особенности продукции нашей КПЛ. Почему мы говорим, что все-таки изменился несколько состав. И я чуть-чуть вам расскажу об этом изменении. Вообще, с самого начала, как только вы встречаетесь, и как вы встречаетесь с доктором, вы первое назначение получаете. Диета и режим питания. Правильно? Гиппократ говорил. Я говорю, ну, вот Гиппократ нет, но доктор говорит. Говорит, Таня Петровна, по-моему, получает диплом из рук Гиппократа. Я говорю, намекайте на мой возраст. Так вот, Гиппократ мне говорил, что наша пища – это наше лекарство. И так всегда было. Вы понимаете, люди выжили во время войны, потому что варили крапиву из крапивы, суп, лебеду заваривали, всякие травки какие-то находили. Ну, все, что угодно. Господи, и не так уж все побили. Прямо никакого голода такого поголовного. Нет, никто не умирал в Сибири, чем в Москве. И в Сибири тоже от голода. Не знаю, что где эвакуировали, работали до измножения и так далее. Так вот, конечно, пища – это наше лекарство. Поскольку мы с вами говорим, что мы теперь не имеем пищи, а фальсификаты. Пища теперь хорошая духовка, кушка, куста, и у них там полный набор в этих самых кошачьих и собачьих. Но это мордный человек, у него там запах косный нехороший. Я, например, не могу не употреблять. Это мешок выносит, куда-нибудь туда подальше, чтобы вообще запах не закончил. Но вот как бы то ни было, пища – это дело очень важное. Правильно? Поэтому, конечно, первое, с чего вы начинаете – это диета и режим питания. А диета – это всегда лечебная, лечебный характер имеет. Всегда лечебный характер имеет. То есть, ну, вы же спрашиваете, чем человек болит, правильно? Что у него? Печень болит или желудок, или геморрой, или там еще что-нибудь. И так далее. Обязательно спрашиваем, что вы. Поэтому и диетическое питание, оно имеет определенные оттенки. У нас 15 столов. Поэтому можно выбрать то, что нужно при каждом заболевании. Что касается режима питания, я уже неоднократно говорила, и в книжке все описано подробнейшим образом. Есть нужно не менее 6 раз, каждые 3 часа, так как вы вкарнили своих детей. Есть нужно мало, столько, сколько входит в ладошку. Ну, сколько у вас войдет в ладошку? Ну, 3 ложки каши. Вот это вот ваш, так сказать, однократный прием. Если вы 6 раз будете есть, через 3 часа, да вы просто не свидетельте, это первое, второе, третье, пятое, десятое, и вообще весь этот стол. Вообще этот стол. У здорового человека моча должна пахнуть хлебом. А из желудка у здорового человека уже через полтора часа ничего нету. То есть эвакуируется, все перемалывается, и остальные полтора часа идет на ферментацию, на переваривание, на то, чтобы получить всего 5% полезных продуктов. Все остальное выбрасывается. Вы представляете, какая колоссальная работа проводится в кишечнике, в желудке, поджелудочной железой, печенью, чтобы получить всего 5% полезных веществ для существования, для жизнедеятельности организма. Ну, в этом случае, конечно, вы должны понимать, что если у вас есть пациент, или у вас личного колода, резерция желудка, либо холецист, экотомия, удален желудочный и желчный пузырь, либо резерция кишечника, то здесь режим питания меняется, меняется, то есть он учащается до 10 раз. Вы должны есть не 6 раз, а 10. И совсем маленькими порциями. Получается каждые 2 часа. Да еще между, на меня смотрим, между приемом пищи вы должны выпить еще хотя бы, ну там, 100-200 миллилитров воды для того, чтобы как-то, так сказать, помогать вот этому пищеварению. Это все непросто. Но все это нужно решать со своим доктором. Но при, 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 вообще при всякой, при любом заболевании. Вы всем абсолютно поголовно рекомендуете кашу, кисель и режим питания. Понятно? Каша, кисель и режим питания. Каша и кисель – это продукты дополнительного питания уникальны. Каша, она вообще из овса, овсяная, овес имеет очень много всевозможных составов, витаминов, миндералов, комплиментов, крем, имеет волосы растительные, которые помогают всему перевариванию. Но самое-то главное, что в каше, я не буду говорить о всех компонентах этой каши, но в каше есть и мулин, и бета-клюканы. Я когда, меня попросили прочитать лекцию в компании, и вообще изучить, что тут, чем мы торгуем. расскажите, тамар, вы тронны, чем мы торгуем. Я говорю, да. А вам понятно, что такое ин-улин? Нет. А что такое бета-клюканы? Вам понятно? Нет. А что такое биофен? Вам понятно? Нет. А что такое биофлавоноиды? Понятно? А зачем нужна омега? Не знаю. А зачем нужна вообще биофлавоноиды? То есть, темный лес. Да, или да. Такой вот был разговор. Я поняла, с чего надо начинать, от чего нужно отталкиваться. Меня надо изучать великимию. Я взяла, что мне надо изучать вот это все. И я, конечно, добросовестным общим образом освежила все, что я вообще знаю и имею в своем арсенале. И те, кто учил, и так сказать, вот все эти элементы, которые составляют, составляют в том числе и кашу. Так вот, инулины. Это неперевариваемые углеводы, натуральные неперевариваемые углеводы, на которых растут полезные микробы. Что такое полезные микробы? На меня смотрят. Полезные микробы это те, которые вырабатывают антитела, которые в кишечнике захватывают вирусы, бактерии, грибы, паразиты, яйца паразита. И самое главное, через стенку не пропускают в кровь все и все, весь этот углаз из кишечника. Вот в чем полезность. И при этом эти полезные микробы с антителом А, они обеспечивают нам 70% иммунитета. Что такое иммунитет? Это ответная реакция на внедрение какого-то тех же бактерий, вирусов и так далее. Ответная реакция. А что такое иммунная система? А иммунная система это целый комплекс органов и иммунных иммунитетных клеток. Но все видели анализы крови лимфоциты, лимфоциты и так далее. То есть это немножко разные понятия. Так вот 70% иммунитета обеспечивает кишечник ответные реакции. И вы представляете, если у вас запор 5 суток или даже 3, то что там из этого нашего кишечника получится? Наоборот все всасывается, а не выходят. Поэтому надо следить за работой желудочно-кишечного тракта в обязательном порядке. он должен быть тоже в полном порядке, как и кровь. Понятно? Потому что пока мы не избавимся от всех этих кошмаров, ужасов, от паразитов, кровов, вирусов, таблетки вообще не работают. И наши продукты тоже, извините, имеют некоторые, так сказать, ограничения. Но как бы то ни было, отмечу, что иммунит в каше очень важный компонент. Это понятно, правда? Значит, это неперевариваемые углеводы. У них растут полезные микробы. Они важны, там появляется антитело А и убирает всю эту инфекцию кишечника. Бета-глюканы стимулируют, активируют вообще всю иммунную систему. Не просто вот там кишечники вырабатывают антитело А, а вообще действуют на всю иммунную систему. Они активируют и неспецифический иммунитет при различных заболеваниях с общим снижением иммунитета. И действуют и даже при раке. На раковые клетки, на раковую опухоль. То есть бета-глюканы активируют самые первые передние край иммунной системы. Это большие фагоциты, макрофаги, которые захватывают, если к вам поступает вирус или раковая клетка, или бактерия, или паразит. Эти макрофаги захватывают, перемалывают это все на кусочки. При этом они отправляют информацию во всю систему бета-глюканы. Сюда действуют, активируют макрофаги, которые перемалывают все это ненужное чужеродное вещество и вырабатывают информацию всей системе иммунной, кому что нужно делать. Лейкоциты при этом убивают микробов, лимфоциты вырабатывают антитела и как жарят и так далее. Понятно, да? Бета-глюканы совершенно уникальные вообще составляющие этой нашей каши. Кроме того, это еще и не самое главное. Самая главная роль бета-глюкана противораковая. Вот раковая опухоль более двух миллиметров не может вырасти без собственных сосудов. и она вырабатывает собственные сосуды. То есть для питания. Чтобы клетка росла, то есть опухоль росла, она должна питаться. Правда? Вот опухоль вырабатывает посудистый фактор. И они образуют новые сосуды, и клетка растет и развивается. То есть рак растет и развивается. А бета-глюканы инвегированы связывают этот фактор роста сосудов и не дают прорастать этим сосудам. Питание клетки прерывается, она постепенно смурчивается и исчезает. Уникальные действия, но абсолютно уникальные действия этих бета-глюканов. Это тоже сложный углеродный кошел. Бета-глюкан. Кроме того, кроме фактора роста сосуда, кроме блокады фактора роста сосудов, иммунные бета-глюканы имеют еще одно воздействие на иммунную систему. Вообще все опухоли и все иммунные клетки, они как бы опухоль не пропускают иммунные клетки, они находятся на периферии. Или экоциты, макрофагии, лимфоциты и так далее. Опухоль сама по себе, а это все плавает вокруг само и проникнуть в центр не может. Если бы иммунные клетки проникли, то опухоль бы взорвалась, разрушилась. Так вот бета-глюканы вырабатывают специальный фактор некроза, делая дырки в этой опухоли. такие проходы иммунные клетки проникают постепенно в центр опухоли и соответственно опухоль погибает. Понятно? Значит, важны бета-глюканы, но уникальная каша, но абсолютно уникальная каша. Я просто поражаюсь этому действию. Синтезируются бета-глюканы из гриба рейши или гамма-дерма биологическое название в России трутових. Не содержит естественных веков, сахара и прочее. Принято потрясающий продукт принимать хотя бы раз в день при любом заболевании. Противопоказание никаких веков. Понятно, в реанимацию предпартия можно рекомендовать кашу? Можно. Но не дают. Больдивой короли в урок не дают. Так что будьте аккуратны как только можно так передавайте. В первую очередь кашу правда? Это совершенно кисели. Они все похожи друг на друга с некоторым раздельным влиянием иммуностимулирующим или успокаивающим в бане токсичным. Но они все похожи друг на друга. Вот кроме витаминов, минералов конечно тоже кисели содержат ингин, который способствует росту полезной бактерии усиливает иммунную систему. И в киселе иммун содержится в некоторых элементах вот скажем эхимоцерик, эрбицепс, кошачьи, коголь, курильский чай, из них выделены специальные вещества иммуностимуляторы, которые называются интерфероны. Слышали интерфероны? Вот эти интерфероны не пускают вирусы в клетку. Интерфероны не пускают вирусы в клетку. Они есть в киселе. Кроме того, из этих продуктов, из этих растений выделена цикориевая кислота, которая связывает особый фермент интеграцию, без которого не растут вирусы. Значит, стало быть, и не пускают вирусы, еще и не растут вирусы. Значит, когда у вас начался простудный адвеновирус или какое-то глипозное состояние, что надо в первую очередь? Кисель. Правильно? Кисель, потому что явное противовирусное действие, противовирусное противомикробное действие. Вот такие вот. В киселе присутствует особое вещество, биофен. Мы знаем с вами, вы уже устали? Нет, нет. Мы знаем с вами, что биофен, ой, что клетка всегда нуждается в энергии. И наша вся цель создания энергии клеткам, правильно? Так вот, если клетка не получает достаточно энергии, то есть питательных продуктов, глюкозы, либо каких-то ферментов, то в этом случае естественно страдает весь орган. Но если клетки мозга не получают, то пострадает весь мозг. Будь память, тереоцеток, сия, двигательные нарушения, все, что угодно. Значит, очень важно, чтобы клеткам доставлялось все, что им необходимо. Прежде всего кислород. Правильно? Так вот, биофен это препарат прямого действия. Слушай меня внимательно. Биофен это препарат прямого действия. Он добавлен в кисели для того, чтобы кислород непосредственно эта маленькая молекула, которая поступает через слизистую полость рта, поступает сразу прямо в кровь и прямо в клетку. Минует никакие биохимические реакции. Представляете, какой уникальный уникальный этот продукт биофен. Препараты биофен продаются в аптеках. Я в аптеке спрашиваю, а сколько биофен? Я говорю, не знаю. Я говорю, правильно вам все равно чем торговать? Они теперь в торговле. Фармацевты. Написано фармацевт имя, отчество, фамилия. Биофен что такое? Не знаю. Ну, в общем, вот такие вообще биофен показан при всех видах кислородное недостаточное. Будь то легочная недостаточность, дыхательная, будь то сердечно-сосудистая, либо перегрузка при каких-то. И сель незаменимая вещь для того, чтобы восстановить, потому что там есть биофен. биофен. ну ладно. Сейчас обидеть. Биофен. Он способен так, биофен, биофен, препарат прямого действия, и он похож на биофлавоноид, и оказывает сильнейшее антиоксидантное действие, то есть связывает свободные радикалы, чистые кислороды, чистый водород, которые вызывают гибель клеток. Биофен связывает и чистит кровь, соответственно, и молекулы токсинов тоже имеют гидроксильные, то есть химические связи открытые. Открытые для чего? То есть незавершенность формула со свободным кислородом либо водородом. Вот биофен тоже связывают вот эти вот оказывают антитоксическое действие, естественно. То есть это совершенно прекрасное средство продукции заполнительного питания. Клинин сын. Уникальные продукты. Я хочу говорить вообще так подробно останавливаясь на каше и киселье. Потому что для вас вот для вас для всех без исключения это продукты вторичного как бы вашего бизнеса. Вы не считаете нужным подробности рассказывать своим клиентам своим визобитам о каше и киселье. Но ведь это не сложно. Ведь это же имеет свою так сказать вообще и вообще секрет продажи. Если вы научились продавать не изобретая, то хотя бы расскажите что продаете. Секрет